Партнер программы – холдинговая компания «Кузнецкий Альянс». «Кузнецкий Альянс» – это всегда качественная спецодежда, строительные и отделочные материалы, противопожарное оборудование. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен. Награда за мир продолжается. Пенсия на храм. Бабушка из Мазжухи строит церковь на свои деньги. «Она вернулась». Исполнительница хита «О боже, какой мужчина» выступила в Кемерове. Добрый вечер, в эфире новости. В студии Дмитрий Кислица. И Лариса Кольцова. Здравствуйте. И начнем, пожалуй, с самых радостных новостей для нашего региона. В области возрождаются угольные предприятия. Сегодня стало известно, что шахта «Громотеинская» снова в строю. Прежний владелец компании «Евраз» продала предприятие английской фирме за, представьте себе, 10 тысяч рублей. Британцы настаивали на закрытии шахты и сокращении персонала. Однако областные власти и лично губернатор Роман Тулеев приняли решение восстановить предприятие. Работы начались еще в декабре прошлого года. Основной задачей было запустить в эксплуатацию первую лаву. По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, сейчас на предприятии нет задолженности по зарплате. Новый собственник Александр Щукин, возглавляющий западно-сибирскую угольную компанию, уже вложил в развитие шахты почти 143 миллиона рублей. Во многом открытие или рестарт регионообразующих предприятий связан с тем, что люди умеют правильно делать бизнес. Вот и два новокузнецких предпринимателя решили провести экономическую разведку. Правда, не в нашей области, а в Крыму. Мужчины рассказали, что сейчас в этом регионе смело можно открывать бизнес в любой отрасли. После присоединения полуострова к России украинские бизнесмены перестали завозить товары в регион. Мужчины посоветовали всем деловым людям, желающим начать свое дело, взять рюкзачок и рвануть на юга. Ведь своего производства в Крыму практически нет, поэтому простор для развития бизнеса просто огромный. Привезти туда оборудование, станки, поставить производство, завод небольшой, да, скажем, или небольшой производство, которое могло бы обеспечить рабочие места, да, в первую очередь заработную плату, потому что там в этом сегодня проблема. Продавать, поставлять, ну не все они могут быть продавцами, надо делать там на месте. И снова, а теперь уже полуострове Российской Федерации. Министерство авиации обрадовало кемеровчан. 7 апреля чиновники объявили, что правительство готово предоставить скидку в 5000 рублей каждому пассажиру на рейс Кемерово-Симферополь. Как фактически обстоят дела с приятным авиаподарком, выяснял наш эксперт Дмитрий Сагара. Всем известно, что Крым стал зоной экономической перспективы. Стратегические планы Москвы по развитию полуострова предполагают мир и финансовую поддержку всех, кто несет свой вклад в развитие экономики региона. В том числе дождались, в своей очереди, и авиаторы. Однако, буквально в тот же день стало известно, что авиаторы без восторга встретили предложение правительства. Например, компания Трансайра просто не имеет лишних самолетов для организации рейса от нас к Черному морю. А в компании Аэрофлот мне заявили, что они уже организовали рейсы в Крым. До Симферополя ежедневно летят самолеты из Москвы. А вот из Кемерово в Симферополь они не планируют рейсов. Пока получается, что не удается нам сэкономить 10 тысяч рублей на билет до Черного моря. Получается, что кузбассовцы опять не полетят в Крым, а полетят по-прежнему в Эмираты, во Вьетнам, в Таиланд, в Турцию. Но если правительство дает эти деньги, то их нужно брать. 5 тысяч за то, что кузбассовец долетит до Черного моря, и 5 тысяч за то, что он вернется обратно. Будем надеяться, что власти кузбасса сумеют найти авиакомпанию, которая наладит воздушный мост до Черного моря. Ну, а может быть, этот рейс будет называться Кемерово, Шереметьево, Симферополь. В конце концов, какая разница, если правительство выделит под этот рейс 10 тысяч на каждого кузбассовца. Главный ведь результат, чтобы сибиряки прилетели в Крым. Для правительства поправить проект пара пустяков, а для нас будет крайне приятно. С наступления весны пломбы на дорогах вымываются, и городская проезжая часть напоминает бездорожье. Водители вынуждены тормозить, чтобы не разбить автомобиль. А в час пик это оборачивается пробками. Так называемый ямочный ремонт, когда вместо нового асфальта заделывают дыры в старом, совсем недолговечен. С одной стороны, он быстрее и дешевле, а с другой, заплатки приходится ставить чуть ли не каждый год. Может ли ямочный ремонт заменить капитальный, разбирался Антон Лимонов. Этот участок дороги на улице Волгоградской Николай знает как свои пять пальцев, но быстрее 20 км в час старается не ездить. Он профессиональный водитель, но 40 лет за рулем только сильнее заставляют задумываться о безопасности и сохранности автомобиля. И с ямочным ремонтом Николай знаком не понаслышке. Каждый год наблюдает за тем, как весна вымывает прошлогодние заплатки. Влетел в яму, ну как вам сказать, глубины с этой бордюр, и повредил, диск разбил. На лето он решает проблему, а на весенний-осенний период это лишняя трата времени, средств. Поэтому лучше сделать один раз, но качественно, чтобы потом вот каждые полгода не переделывать, не отнимать время у людей и деньги у населения. Как быстрая альтернатива капитальному, когда дорожное полотно стелится заново. Ямочный ремонт – это попытка залатать дыры до следующего раза. Асфальтобетонная смесь заливается в выбоины каждый год, и с наступлением весны все повторяется сначала. Такие ямы – реальная угроза для машин, подтверждают инспекторы ГАИ. Когда у нас очень много обращений было именно в ГИБДД, когда водители пробивали колеса, попадая в яму. Это считается дорожно-таростным происшествием, и цифру не готов сказать, но было приличное количество таких обращений. Сезон ремонтных работ в Кемерове начался раньше обычного, 17 марта, и дорожники уже исправили более 10 тысяч квадратных метров прошлогодних ошибок. В управлении дорожного хозяйства города нам объяснили, что ямочный ремонт – это более дешевая альтернатива ремонту капитальному, план которого утверждается на годы вперед и отнимает львиную долю городского бюджета. По улице Волгоградская я могу сказать следующее. То есть на данный момент, с начала сезона, в марте месяце произведен ямочный ремонт литой с водопетонной смесью, порядка более 100 квадратных метров. Но это мы сделали только безаварийный проезд. То есть ямы, конечно же, там еще есть, но те ямы, которые более 5 сантиметров, они устранены. Кто-то пытается бороться с извечной проблемой своими силами. Так, одна крупная торговая компания отремонтировала дорогу рядом со своим магазином. Просто для того, чтобы покупатели тратили больше нервов на продукты, чем на дорогу к ним. Правда, далеко не все бизнесмены видят в этом повод для улучшения собственного имиджа. И дорога к сердцам покупателей обходит их компетенцию. Стоит ли делить этот апельсин? Вопрос спорный. Ведь проезжая часть, территория государственная, и представители бизнеса не обязаны вкладывать в нее свои деньги. И пока ремонтные работы ведутся по мере поступления средств, дорога здесь остается изрезанной, как кожура апельсина. А водителям приходится сбрасывать скорость просто для того, чтобы не повредить машину. Антон Лимонов, Дмитрий Шилов. Новости моего города. К другим темам. Сегодня 35 лучших преподавателей Кузбасса вернутся в свои школы. Ведь для них завершился областной этап конкурса «Учитель года России-2014». Опрос кемеровских школьников показал, современный педагог должен быть строгим, справедливым и творческим. А вот за что высокие оценки ставила жюри конкурса, расскажет Евгения Дугаева. Евгения Николаевна преподаватель информатики. Она уверена, без таких конкурсов можно просто сгореть на работе. Учитель рассказывает, когда информатика только появилась в школе, ребята с нетерпением ждали каждого урока. Тогда компьютеров не было ни у кого. Сейчас же программировать можно на мобильном телефоне. Поэтому педагогу приходится идти на хитрости. Например, начать урок со стихотворения. Ей было 1100 лет, она в 101 класс ходила. Все это правда, а не бред. Портфели по 100 книг носила. И они так удивленно смотрят, думают, как же такое возможно. Но в конце урока уже раскрывают тайну, что оказывается нет тут никакой ошибки в числах. Просто надо уметь переводить числа из одной системы счисления в другую. Вот и все. 5000 человек с 1994 года. Столько преподавателей прошли через конкурс в Кузбассе. Победители не только получают путевку на всероссийский этап и прибавку к зарплате. В своих школах они становятся настоящими героями. Каждый урок и каждый ученик, это вот как чистый лист. И именно от вас напрямую зависит, что на нем будет написано. И главная ваша задача, повторяю, раскрыть таланты, способности наших детей, способности своих учеников. А они, повторяю, есть у каждого ребенка, в своем, в каком-то направлении. Ни один, даже самый мощный компьютер на сегодняшний день в мире на это не способен. С современными людьми, да, очень сложно. И родители, и бабушка, и дедушка, и учителя. Нынешние школьники, ну, не подарок. Это вообще восьмое чудо света. И планцеты, и ноутбуки, и айфоны, и айпады. Он еще говорить-то не умеет, а с компьютера надо. И насколько нужно быть продвинуто самому ученику, чтобы не только быть на уровне понимания своих учеников, но надо же опережать. А для этого вам приходится не только учить, но постоянно, постоянно учиться самим. И тем более новые школы, которые мы сейчас строим в Узбасе, они упакованы сложнейшей уже цифровой техникой. Вот как космический корабль. Уже второй год подряд первое место на конкурсе «Учитель года» занимает мужчина. В этом году победил преподаватель физики из Ленинска-Кузнецкого. Электронный учебник с 7 по 11 класс, который входит на простую флешку. Его ноу-хау. Конечно, это неожиданность. Конечно, я видел, какие сильные педагоги. Я ожидал, что кто-то из них победит. Но судьба так распорядилась, что мне досталось это почетное звание. Спасибо большое. Губернаторские премии, гранты, доплаты молодым специалистам. На льготы в сфере образования власти области ежегодно выделяют 2 миллиарда рублей. По словам Амана Тулеева, во многих странах мира оплату труда педагогам снижают. Но в Кузбассе только за последние три года. Зарплатный фонд учителям поднимали 10 раз. А это дорогого стоит. Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. И еще немного о по-настоящему дорогих вещах. Символ мира своими руками. Сегодня ветерану Великой Отечественной школьники вручили необычную поделку, которую сделали сами. Несмотря на то, что фронтовику Евгению Шерстенникову, почетному гражданину Кемеровской области, в июне стукнет 90, он по-прежнему делает зарядку по утрам. Сам водит автомобиль и каждый день гуляет на улице. На уроки истории от первого лица побывал и наш корреспондент Антон Ивачев. Уроки для ребят 11-й Кемеровской школы сегодня вел необычный учитель. Десантник, участник боевых действий Великой Отечественной, в 43-м был призван на фронт сразу по окончании школы. И почти сразу оказался под огнем бомбардировщиков. Чтобы попасть в мозг, горизонтально на полет и не попадешь. С пикирования. И когда самолет переходит в пикирование немецкое, он включает сирену. Сирена так завывает, как будто только тебя одного гвоздит к земле. Включает пушки, пулеметы, и этот страхиный, стреляющий, визжащий, палит на тебя. Первый раз в жизни у меня под коленками, под жилкой зацветить, у меня действительно было такое состояние. А мне было, знаете, сколько? 19 лет. В 44-м Евгений Николаевич попал в осаду блокадного Ленинграда. Вспоминает, как в самые голодные дни делился скудным армейским пайком с простыми жителями. Сегодняшнее поколение, по мнению Евгения Шерстенникова, плохо знает историю своей страны. А ветеранов, кто мог бы рассказать ребятам об исторических событиях от первого лица, с каждым годом становится все меньше. Мне больше всего запомнились рассказы ветерана о том, что современное поколение может наплевательски относиться к ветеранам. Он может не любить исторических личностей, которые были в прошлом. Но ветеран сказал, что прежде всего наша история, это история нашей страны, мы должны ее помнить, чтить. На память о встрече ученики 4-го класса вручили ветерану памятный подарок. Оригами из 2000 деталей с помощью одних скрипок клея. Ребята всего за пару дней сделали своими руками. Антон Вачев, Алексей Зайцев. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова